Всем привет, дорогие друзья! На обзоре HP Laser 136A. Давно я хотел этот аппарат на обзор, потому что у меня есть к нему некоторые вопросы, с которыми я хочу разобраться и поделиться с вами. HP 136 это не что иное, как аналог HP 135. За исключением пару-тройку отличий. HP 135 сделан для нашего рынка, 136-й же сделан для Азии. Вот в очередной раз иероглифы. Как говорится, найдите 10 отличий. Кому нужен полноценный обзор, как работает, как печатает, характеристики, цифры и прочее, пожалуйста, переходите по ссылке. Есть у меня полный обзор на HP 135. Повторяться здесь не хочу, это полные аналоги. Видео посвящено 136-му. Собственно, здесь, в этом видео, мы и будем разбирать кое-какие технические особенности. Поехали! Первое, что настораживает или пугает, мы даже не успеваем включить аппарат, потому что вилочка, вилка питания сделана не для нашего рынка, а для китайского. Не беда, продаются переходники. Я с этим делом уже однажды столкнулся, когда делал обзор на китайскую Киа-Серу. Вот такой переходничок уже под нашу розетку. Легким движением руки получаем нашу вилочку. То есть, либо выходим из ситуации таким образом, на озоне или в ДНС, 150 рублей переходник. Либо же покупаем полноценный, обычный наш шнур питания. Подключили питание, включаем. Вот тут уже многих пользователей или пугает, или ждет очередное разочарование, потому что менюшка здесь на китайском. Мы видим иероглифы при включении. Как переключить язык? Ну, включаем на смартфоне переводчик. Переходим в менюшку, ищем язык, переключаем на язык. Либо же жмем комбинацию кнопок. Меню назад, лево, право. Окей, стоп. Ready to copy. Жмем меню. User menu. Третья позиция. System setup. Machine setup. Language. Вот тут выбираем язык. По умолчанию китайский. И еще какой-то второй китайский. Я в них не разбираюсь. Третий английский. Ну, хоть на этом спасибо. Хотя, есть один вариант. Можно заменить панельку. Ну, вот я махнул панельку СА-135. Аппарат на английском языке. В готовности. Захожу в тех-меню. Выбираю Clear Old Memory. И ищу страну Раша. Окей. Ну, вот все замечательно. Менюшку мы завели на русский. Но аппарат ругается. Несовместимый картридж с тонером. В принципе, это все решается при помощи прошивки. Что же еще интересного в самой панельке? То есть, изначально, какими-то прошивками, микросхемами и прочим, язык на самом аппарате на русский не поменять. Потому что в самой панельке зашит контроллер. Вот он-то и управляет всеми языками и всей менюшкой. В теории, можно считать контроллер со 135-го. Зашить сюда. Но только я, к сожалению, не знаю, как это делается. У кого опыта побольше, пожалуйста, поделитесь опытом. Возможно, все вместе мы решим проблему китайского языка. И переключим на русский. Так, с панельками, с языками, я думаю, разобрались. Все, возвращаю обратно. Самое интересное, что же с картриджем. На борту идет уже 110-й картридж. W1110A. Просто так картридж заправить не получится. Здесь стоит чип, который контролирует печать. И, когда закончится, блокирует работу. Не беда. Это дело мы все разберем. Но в следующем видео. Там мы будем прошивать аппарат, чтобы избавиться от чипов. И чтобы можно было работать как на оригинальных. Кстати, из 135-го 106-й картридж оригинал сюда не устанавливается. Но, извините, только кактус. Но совместимка замечательно входит. Естественно, аппарат печатать не будет. Будет ругаться. Установлен неверный картридж. Повторюсь. Это мы все пофиксим в следующем видео, чтобы избавиться от чипа. Если сравнить внутрянку, что же мешает установке картриджа. Вот 136-й с левой стороны такая шишка или ключ. С правой стороны все ровно. 135-й наоборот. С левой стороны все ровно. А вот с правой стороны шишка ключ. Ну и поэтому 106-й, который оригинальный, поэтому сюда-то и не устанавливается. Пока в этом видео у меня на этом все. Вот и все технические моменты, которые я хотел разобраться. Самое интересное бесчиповая или фиксовая прошивка будет в следующем видео. Не пропустите. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!